Азербайджан 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 Брюссельские встречи Какие-никакие надежды есть Что модераторство Европейского Союза В прошлом воспринималось положительно Вклад Шарля Мишеля Вроде как это все должно возобновиться Но тут за считанные дни Армения начинает эти провокации на госграниц Ну понимаете Мы наблюдаем уже на протяжении определенного времени Что всегда когда должны состояться какие-то встречи Переговоры На границе со стороны Армении Мы являемся свидетелями Соответствующей провокации Обострения ситуации То есть они хотят показать Что не все так хорошо И вот вы сказали Что бруссельская встреча Она намещается на воскресенье Но буквально недавно Была встреча в Вашингтоне Продолжительная И впервые она длилась не один день Несколько дней Встречались Обсуждали Но если посмотреть Оценку этой встречи Со стороны Армении Они достаточно пессимистические Если даже взять заявление Их премьер-министра Он по-моему использовал такую фразу Что расстояние между Азербайджаном и Арменией Переговоры на позиции Если брать один километр То сейчас стало 990 метров То есть он фактически Он преуменьшает тот прогресс Вашингтону Да Вашингтону Потому что там продвижение было Мизер На одном километре Всего 10 метров Это конечно очень мизер И вот вы сказали Что бруссельский формат Он был сорван Да Ну потому что Условие Армении было Что присутствие Франции Азербайджан не мог допустить этого После тех демаршей Которые Франция сделала Путем заявления парламента Принятия соответствующей резолюции Ну и последние действия То что там А вот уже в прессе читаете Что по поводу военного атташе Миссии и так далее Продажа летального оружия Об этом будем говорить Ну в общем Они на самом деле Хотят показать Мировой общественности Что Очень много Того Что не устраивает их И они считают Что до мирного Да До мирного соглашения Они показывают Что Не только на бумаге Проблема Вот видите Есть конфликт Он еще Как говорится Не в той Затухшей стадии Мы понимаем Что это специально делается Вот как вы сказали Для Срыва Для Быстрого продвижения Переговорного процесса Большая мысль Понятно Кемал Как вы думаете Вот гость студии Считает Что армяне Как бы хотят Громче заявить Что есть проблемы Свою Артикулирует Таким образом Свою позицию Громче Идя на эти провокации Как Как вы видите Стратегические планы Армении В контексте Эти провокации Буквально за несколько дней До брюссельской встречи Спасибо большое за вопрос На самом деле Рассматривать Стратегические планы Армении Очень тяжело Потому что Стратегия не просматривается На самом деле Здесь больше Тактические Вопросы Постоянно возникают Какие-то оперативные Вопросы По тушению пожаров Здесь Можно посмотреть На то Что Расходятся Действия С динамикой Переговоров И постоянно Как мы видим Мы замечаем Что происходит Обострение Перед переговорным Процессом Причем При этом Армения постоянно Обвиняет Азербайджан В своих собственных Действиях И так далее Пытается Переложить Азербайджан Казалось бы В этом нет Ничего удивительного Но каждый раз Приходится Как-то Это опровергать Постоянно Приходится Опровергать И Особенно тем Кто занимается С академической Точки зрения Рассмотрением Процесса Восстановления Отношений Со всеми Его перебитиями С академической Точки зрения Постоянно Приходится Анализировать Ситуацию Хотя и понятно Откуда растут Туши Но все равно Приходится Ради академической Четкости Так скажем И справедливости И справедливости Методики Приходится Это рассматривать Поэтому Я всегда Начинаю с Азербайджана В этой ситуации Азербайджану Был выгоден Была выгодна Провокация Конечно же Нет Наоборот Это подчеркивают Не только Азербайджанские Аналитики Это подчеркивают Международные Аналитики И армянские Аналитики Сами Что Азербайджану Выгоден Сейчас Быстрый Переговорный Процесс В котором Будет Заключен Мир Между Армением И Азербайджаном К этому все идет Это Азербайджан Последственно Последственно Своих заявлений Своих действиях Здесь Видно Что это Абсолютно Невыгодно Речь идет О том Что Азербайджан Находится На пиковой Позиции Сейчас Со всех сторон Окружен Так сказать Благоприятной Ситуацией За исключением Пары моментов Но в принципе Более благоприятной Ситуации Сейчас Чем сейчас Не было Никогда С начала Конфликтов При этом Таким образом Мы сразу Отметаем То что Азербайджан Мог подать Приказ О каких-то Военных действиях На линии Соприкосновения Или на границе Между Армением И Азербайджаном То есть Здесь нет никаких Вопросов По этому поводу Значит Что Какие еще Могли бы быть Варианты Если скажем Азербайджан Первый открывает Огонь Значит Может быть Банальная Ошибка Но это тоже Учитывая профессионализм Вооруженных сил Мы не Находимся В том регионе В том состоянии Чтобы Такие вещи Были ошибками Тоже Вариант Скорее всего Отметается Значит Мог быть Ответ На провокацию Хотя И невооруженного Характера Например Проникновение Какой-нибудь Диверсионной Группы То есть Это самый Вот такой Момент На него Обычно Дается Военный Ответ То есть Опять-таки Пророкация Со стороны Армении Даже Если Азербайджан Открыл Огонь Первого Скажем Так То есть Опять Все указывает На то Что Это Именно С армянской Стороны Провоцированы Были Военные Действия Теперь Возникает То есть Динамика Переговоров Показывает То Что В принципе Это Невыгодно Армении С чисто Дипломатической Точки Зрения В стратегическом Планете Тоже Невыгодно Естественно Намного Более Быстрый Мир Позволяет Сохранить Инициативу Динамику И Препятствует Дальнейшему Усугублению Проблем Социально-экономического Характера В Армении Но Как мы знаем Здесь есть Момент Иррационализма Иррациональное поведение Попытки Ухватиться За какую-то Надежду Того Что Возможно Геополитическая Ситуация Изменится Хотя Как она Может Измениться Кардинальным Способом Я всегда Это подчеркиваю Это очень большой Вопрос Но Предположим Что Такой Вариант Тоже Есть И Вот Армения Начинает Таким Образом Показывать Да Вот Как было Сделано Сейчас Предположение Показывать Своё Недовольство Ситуации Громкий протест Так скажем Вооруженный Но Этот громкий протест Он сопровождается Реальными жертвами Как со стороны Военнослужащих Армении Так Причиняет Ущерб Соседней стране С которой Ты хочешь Заключать Мир То есть Для протеста Это очень Высокая цена Которая Которая Платится Потому что Потом же Все эти жизни За них Надо будет Расплачиваться В долгосрочной Перспективе Это же Всё не просто Так Это слишком Высокая цена Поэтому непонятно Для чего Это делается С другой стороны Хорошо Предположим Что это Провокация Для того Чтобы свалить Сювину На Азербайджан Сказать Что вот этот Азербайджан Не заинтересован И устроить Димаш Но Димаш Это не следует То есть Пока что Встреча не сорвана Не происходит Ничего такого Что говорил об этом Тогда зачем И вот тут Вы знаете У меня Как по аналитикам У меня уже начинает Просто кружиться голова И начинается Скат Конспирологию Потому что Если Если все Это Все Вот это То что я до этого говорил Мало вероятно То самым вероятным Ответом Остается то Что у правительства Армении До сих пор Нет полного контроля Со своими вооруженными силами И в том Невозможно Если позвольте У меня есть вопрос По этому поводу Мы вчера тоже В принципе Говорили об этом моменте Что есть у них контроль Нет у них контроль Дело в том Что вот Есть такой нюанс Сообщение Министерства обороны Азербайджана Сегодня В 11.30 Вооруженные силы Армении В той же географии По нашим Позициям Использовали Беспилотники Беспилотники Ударные Беспилотники И тут Нет все-таки Ощущения Что Знаете Как это была Какая-то Случайная Перестрелка Один за другим Все-таки Чтобы поднимать Беспилотники И наносить удары По противоположной стороне Здесь уже Не только Я думаю Это решение Военные Принимают Я с Абер Моем Хотел бы узнать Является для вас Это еще одним Аргументом Того что Заранее Все это планировалось То есть Это не так Чтобы Ну окей Там кто-то Выстрелил В ответ Пошла какая-то Перестрелка И так далее Но когда уже Ударный беспилотник Поднимается Это же все-таки Какая-то спланированность То есть Это осознанно Делается Сначала Ваше мнение Далек Ямал Мы вернемся Я вообще Не считаю Что Вот эти Инциденты Которые происходят На границе Провокации Что это спонтанно Какой Какой-нибудь Офицер Дал приказ Это все Конечно наивно Так полагать Это все Спланировано Вот вы же говорите Что Перед переговорным Процессом То есть Армения В данном случае Она не отказывается От переговорного Процесса Потому что Вся мировая Общественная Будет ее обвинять Почему ты не хочешь Мир Они будут соглашаться На всех площадках Встречаться Обсуждать Выдвигать Свои теории Свои предложения А параллельно Ведется Вот это Такое Напряжение Осуществляется Напряжение На границе И еще Иногда же Происходит И в самом Бывшем Анквари То есть Не только На границе То есть Вы имеете Ввиду Там Где сейчас Российские Миротворческие силы Поэтому Это Не случайно Они Используют Они показывают Как бы Уровень Напряженности Что Ситуация Не очень Мы идем Мы идем На переговоры Но Вы же видите Какова ситуация То есть Они готовятся К этому Это не так Что спонтанно Где-то Воинская часть Вышла из подчинения И Как вы сказали Используют И крупные орудия Крупнокалиберные орудия Д-30 Используют Д-20 Это Потом Беспилотники Все Это Стратегия Вот именно Их стратегия Введение Переговоров То есть Они садятся И за стол Где обсуждают При этом говорят Что На границе Неспокойно Они же говорят Не то Что мы говорим Мы-то говорим Что А мы говорим Правду Что провокация Осуществляется Они Любят же говорить Что Вот Азербайджан А почему тут Азербайджан Азербайджан Если хронологически Наблюдать Я думаю Что Сейчас Мировые державы Имеют такую возможность Космосу Наблюдать Над тем Что происходит И кто первый Осуществил выстрел Это всегда все видно Но они Вот Как всегда Это у них То есть Вы полагаете Что Пашинян Не хочет ехать На брюссельскую встречу Когда вот здесь Все Как-то вот Спокойно Он хочет Именно поехать И сразу Начать с того Что вот видите Стреляют Убивают Стреляют Да Из-за этого У меня вот Народ Недоволен У меня Люди Проживающие Там Тут И мне это Не так легко То есть Он В принципе Они оттягивают Процесс Они вообще Вы же знаете Что пока существовала Минская группа На протяжении Почти 30 лет Эти движения Им это нравится Что просто Пока Тянуть Переговорный процесс То есть Усматривается Именно Тенденция Стратегия заключается В том Они прекрасно понимают Что договориться Это легче легкого Там ничего Пять принципов На столе Это Есть международное Право То есть Это можно Сесть И за один Как говорится За одну встречу Это все решить Но Они Их стратегия Заключается В том Что Оттянуть Заключение Мирного Соглашения Они надеются Что-то Как-то Может Измениться Вот Коллега Сказал Что А что Изменится Изменится Только в нашу пользу Да Вот 30 лет Это доказали Вам будет хуже И хуже Понимаете Но они Вот Живут Такими иллюзиями И оттягивают Вот этот процесс Видимо Видимо Все-таки Скорее всего По рекомендации Рекомендациям Своих Определенных Политических кругов Вы же знаете Что в Армении Очень сильная Внешняя диаспора И внешнее управление В Армении Существует И поэтому Когда Их руководство Выезжает В определенные Точки мира Этиаспора Сильно влияет И поэтому Я думаю Что Они оказывают Давление на Армению Что не торопитесь Они-то Живут совсем далеко Одни за океаном Другие в Европе Третьи И там-то И думают Что Думают только Не о тех Граждан Армении Которые живут В самой Армении И поэтому Видимо Вот это давление Извне Тоже Имеет роль И поэтому Переговорный процесс Вот так затягивается Пока это их стратегия Пока их стратегия Кеал Ваше мнение Тоже хотелось бы узнать Да Вот то что они поднимают Я беспилотник И так далее Я просто хотел бы Еще одну Небольшую деталь Вот Товарищ депутат Сказал о зарубежном Неком влиянии А ведь Это все началось Когда Пашинян вернулся Из Москвы В Армению И провел В армянских СМИ Есть Провел в первой половине дня Совещание С силовым блоком Правительства А уже вечером Началось Вот эти провокации То есть Ну это слишком читается Но опять же Ваше мнение Вы знаете Вот очень интересная ситуация Да То есть И до какого-то Придема момента Я Вспятал той же самой логики Что Что и вот коллега Представляет Это действительно Очень было Ну так бы читаемо И так далее И тому подобное Да То есть Это очень в принципе Хорошая теория У этой теории Есть две проблемы Да Которые На которые я тоже Наткнулся Первая проблема Это проблема Почему бы не Саботировать процесс Более Изощренным Да Мирным путем Так скажем так Более мирным путем С меньшими потерями И с меньшей травматикой Для самого себя То есть Это вот первое Вторая проблема Форума Ведь Понятно же Что если ты пытаешься Подставить Азербайджан В этой ситуации То ты подставляешь его Перед странами С очень высокотехнологическим Уровнем разведки Которые прекрасно знают Оперативную ситуацию В зоне конфликта И напряжения Когда она происходит Спутников И так далее Эти данные будут У тех Кто будет участвовать В переговорном процессе А как же подставлять Азербайджан Если данные прозрачны Ну вот как это Можно будет сделать Получается Что ты приедешь Тебя еще обвинят На выбране Ты окажешься В более слабой позиции И вот эти две проблемы Они создают У меня впечатление Что здесь На самом деле Намного глубже Глубинные проблемы Есть В армянском государстве И они связаны С армией С контролем За армией И вот тут Есть определенный момент Насколько влияние Предыдущих Людей Которые были У власти Так называемого Карабахского плана Который Имеет Очень большие Ведь армию Полностью Не переформировали На Все 100% Всех убрали И поставили Совершенно новых людей Насколько Они имеют Непрямое влияние Потому что Какой-то Офицер На низком уровне Это одно Но есть офицеры Среднего звена Которые наблюдают За оперативной обстановкой Если такой офицер Сначала Дает приказ Да Устный О том Чтобы устроить Провокацию На границе С Азербайджаном Вниз Это сделать Очень легко А потом наверх Сказать Что это Азербайджан Начал провокацию То есть Ты обманываешь Вдвойне Да Так скажем И это делается По научению Вот этих вот людей Которые находятся В оппозиции Я делаю не потому Что я очень Люблю правительство Пашиняна И хочу его защитить Но я не вижу логики И мне такое ощущение Что вот это именно Да Вот это двойная Дисформация И игра Она идет именно Из тех же самых корней Что идет Вот внешнее управление Армении Вот эти диаспоральные круги Которые очень тесно Сотрудничают С оппозицией Которая все еще Имеет очень серьезное Финансовое и политическое влияние Внутри страны А с чем борется Пашинян Да В принципе Внутри он борется Вот с этим продолжающимся влиянием Которое ушло Очень сильно под ковер И у меня возникают вопросы Именно к Вот этому вот Военному блоку К тому что происходит В военном блоке Потому что Да Беспилотники и так далее Но это продолжение Уже Морализонского балета Да Это вторая часть Морализонского балета И естественно Если Проеста Пашиняна думает В этот момент Что она отвечает На провокацию Азербайджана То естественно Она поднимает Там беспилотники Пытается показать Себя с сильной стороны Уже Показать Что они могут Отразить агрессию Так сказать Азербайджанов Кавычку Да и так далее И тому подобное Но это вторая часть Морализонского балета А может быть Первая часть Была как раз Сделана Именно вот на этом Среднем офицерском уровне Который имеет возможность И рапортовать наверх Но в то же время Усправить провокации Вниз Я единственную Единственную Да Единственную Сделаю оговорку Я после войны Пытался как-то следить Сколько министров обороны Глав генштабов В Армении Пашиняна их Периодически менял Потом своего личного друга Назначил министром обороны Который Как говорят Даже не служил в армии То есть это к тому Что вот как он Ну я не знаю Он должен взорвать Министерство обороны Вы понимаете Все таки Я не считаю Что Это такой орган Что там каждый Что хотел бы То и делал Ну армия в конце Да И поэтому В принципе Обострение ситуации На границе Пашиняну выгодно Для переговорного процесса Это аргумент Потому что Если он Находится Спокойно В силе Как говорится Тихо Спокойно Он говорит А в чем дело У тебя Да что тебе мешает Все спокойно Народ сидит Работает Спокойно А он должен Показать напряженность Ситуация Очень сложная В стране Что у меня Есть серьезная Оппозиция У меня Достаточно Большой Как говорится Протестный Эректорат И так далее Он должен Показать А если он Скажет Что я контролирую Все Армению У меня все Гладко Все хорошо Ну подпиши Тогда мир Ну потому что Опять я говорю Что нельзя Сравнивать Вот иногда У нас сравнивают Азербайджан С Арменией В Азербайджане На самом деле Народ Можно сказать Абсолютная Поддержка Власти Такого нет В Армении Это факт Но в Армении Есть самое главное Другое Там есть Внешнее управление Диаспора Армении Всегда На протяжении Всех этих 30 лет Она всегда Имела сильное Влияние Ереван Это не исключает Никто Потому что Все знают Что силу Именно Диаспора Она и не только Она и финансово Поддерживала Всегда Армению На протяжении Всего этого Периода Поэтому этот фактор Имеет значение И Абашинян Он в принципе Конечно Он не самостоятельен В полной мере Потому что Он же Не У него есть На самом деле Реальная оппозиция Она есть Во всех Отраслях Я уверен Что она есть И Среди интеллигенции И среди студентов И среди Не знаю Там ИТРовских работников Но в парламенте У него большинство В парламенте Официальный Нет Но оппозиции Конечно Большинство Вы имеете ввиду Люди Которые Против Другого Миния То же самое Выходцы Из Карабаха Которые Сегодня Находятся Они естественно Недовольны Позиции Потому что Они имеют Какие-то Свои Вот эти Обиды Но в любом Случа Понимаете Если Пашинян Захотел бы Ускорить Процесс Переговорный У него На это Все рычаги Есть Он просто Пока этот Процесс Тянет Я так понимаю Уважаемые гости Все-таки Когда мы говорим О позиции И так далее Мы имеем ввиду Это обычно Называется Такое Агрессивное Меньшинство То которое Реально Могут Что-то сделать Их немного Потому что Есть итоги Парламентских Выборов В Армении Которые признаны Есть парламент Армении Который полностью Пашинян контролирует Но я бы хотел Коснуться Другого момента Который также Связан с безопасностью Вот на этой Условной Государственной границе Между Арменией И Азербайджаном Дело в том Что если последнюю информацию Посмотреть Вот Миноборона Сообщала В 17.15 В 18.00 Сегодня Стрелки продолжаются То есть Армянская сторона Наносит удары Артиллерийскими Установками Минометами И так далее Азербайджанская сторона Разумеется Отвечает И здесь у меня Возникает вопрос С вами Давайте опять же Начнем У вас Какой вам Видите сейчас Ситуация С так называемой Гражданской миссией Европейского союза Которые приехали Армяне говорили Что это история Безопасности Они приедут Все будет хорошо Но безопасности Больше не стало Как вы считаете Не получается ли так Что с приездом Миссии Безопасности Стало существенно Меньше Ну Во-первых Приезд этой миссии Не согласован Был с Азербайджаном Это самый главный Фактор Я имею ввиду Что может решить Миссия Которая не имеет Никаких полномочий Посидеть и наблюдать Да У них Но Раз они приехали По приглашению Армении Следовательно Они будут наблюдать В интересах Армении Вот Вот Это я сто процентов Вы думаете Что это провокация Которая была Последняя провокация Вот вчера Они ее зафиксируют Они не будут фиксировать Они же как в гостях По приглашению хозяев Да Они ждут что-то такое Чтобы мы бы сделали А мы ничего не делаем Мы не нарушаем Никаких Как говорится Правил игры И поэтому Миссия приехала Чтобы именно поддержать Именно Армению В этом вопросе Это общеизвестно И поэтому Мы не Наши отношения К этой миссии Вам известно Ну да Поэтому Ждать что миссия Скажет что Да Вот мы Были свидетелями Что Армения Начала провокации На границе Использует Беспилотники И так далее Нет Они будут говорить То что будет говорить Армения Если они Ну а они Прошлый раз говорили Когда вдоль Ралачинского района Это происходило Они просто сказали Что их там не было Ну в лучшем случае Они сказали Что мы в это время Там не были Но они никогда Не сказали Что в этом вопросе Виновата Армения Ну вот Давайте узнаем Мнение Кемала По этому поводу Вот на самом деле Безопасность Стала больше Или меньше Не получается ли так Что Так называемая Гражданская миссия Европейского союза В которую Вошли бывшие Силобики Бывшие военные Полицейские И так далее От них безопасности В итоге стала Ну по поведению Армении все-таки Меньше вдоль Границы Кемал Так вас не слышно Вас не слышно Я извиняюсь Я думаю Что это Вообще Ее связывать Эту миссию С безопасностью Очень тяжело Ну нету причин Наследственной связи Никакой Потому что Ее не стало Ни больше Ни меньше Мне такое ощущение Что наблюдательская миссия Евросоюза Это просто Ну как бы Маячок Евросоюза В Армении На Южном Кавказе Который собирает информацию Отправляет Ее в Европейский союз И на этом В принципе Функция заканчивается Это наблюдательская миссия Это фактически Просто Легальная Служба разведки В этом смысле И она открыто Сочетает свою деятельность Ну она узкоспециализированная Но именно это и происходит Это сбор данных Так скажем Мониторинга И так далее Ее политическая функция Очень низкая И когда они делают заявление Это скорее влезет Переговорному процессу Как мы уже видели Один раз Вот это заявление было сделано И после этого Я говорю Вас даже на передаче Я бы рассказывал Что эта миссия Будет очень долго молчать После этого Потому что Сделают внушение Главе миссии И она будет бояться Вообще что-нибудь сказать И вот так это и происходит И мне кажется Что она абсолютно Никак не связана С безопасностью Момент безопасности Он напрямую связан С переговорным процессом Динамик отношений Между Арменией и Азербайджаном Она очень сильно идет По графику То вверх, то вниз И вот именно От этого Состояния Такой промежуточности И возникают Периодически Вопросы безопасности Наш Наш Главный Предмет Нашей главной дискуссии Где лежит Корень Этих проблем И что происходит И здесь Две основных версии Мы только что Подтвердили Одна версия Это связано С эрозией Армии Это то За что я Аргументирую И то что говорит Коллега Что это все-таки Стратегия Такая Проведение переговоров Со стороны Пашминяна На создание Напряженности И показательство Того что ему нужно Больше времени Постоянно Я думаю Что именно Эта динамика Она и является Предопределяющей Для всех проблем Связанной С безопасностью С рисками Потом есть еще Внешние Геополитические факторы Наслаиваются на это Но чисто региональные факторы Я не думаю Что они связаны С миссией Я бы сказал Что она для безопасности Больше бесполезна Чем играть Какую-то Определяющую роль Да То есть она полезна Только в том смысле Что для того игрока Который ее прислал И который За счет этого Может получать Ну как скажем Большее влияние На Того в кого он Находится в гостях Да В этом смысле И это также Использование Ситуации Ну в своих Политических целях И это понятно То есть это С самого начала Было понятно Я думаю Для Армении Это укладывается В рамки Так сказать Попытки Постоянно менять форумы Для того Чтобы затягивать ситуацию Затягивать время Это вот кстати Та часть тактической игры Которую Прошням применяют Он постоянно Мечется между разными Форумами И надеется На самый лучший результат Который Будет Будет отражен В каком-то В конечном итоге Финальном Финальном форуме Да Вот И Это также связано С тем Что и другие игроки В этом смысле Действуют Соответственно Со своими интересами И расставляют Больше сетей Для того Чтобы Поймать Пашинянов И уже Как-то его Закрепить За своим форумом И за своими Политическими интересами Ну вот это Евросоюз И делает Это существует А влияние Безопасность Об этом было в ходе визита министра обороны Армении Сурена Попекяна во Францию в сентябре 2022 года. То есть первая проработка вопроса была осуществлена там. И сейчас она получает фактическое оформление. Что подразумевается в данном случае? Издание утверждает, что французские военные атташе будут курировать поставки французских летального вооружения в Армению. Ее основную поддержку военно-политическому решению Парижа и поставки Армении летального оружия оказал лично президент Эммануэль Макрон. И здесь, знаете, все становится уже намного более серьезнее с точки зрения Франции. Во-первых, хотел бы узнать ваше мнение. Далее, Кемал, вы выскажитесь, насколько далеко французы готовы пойти в этом вопросе, в вопросе поставок вооружения в Армению? Какой будет в целом реакция на это? Ну, вы же обратили внимание, что даже после встречи, Пашской встречи, где присутствовал президент Франции, а затем последовали резолюции парламента Франции. И вот последний визит министра по евроинпеграции, французский министр, который приезжал. Министр Асрандил. Ну да, у них там называется он. Да, нам привычнее говорить в министерстве иностранных дел. И по делам Европы, что такое. В Баку, значит, она была в Армении и сделала заявление, которое не способствует улучшению, заключению скорейшего мира. То есть, позиция Франции, я считаю, что она с самого начала, изначально была построена в интересах Армении. На каком-то этапе они просто делали вид, что участвуют в переговорном процессе. Сейчас, после 44-дневной нашей войны и победы, они уже более активизировались, потому что уже, говорится, стали показывать себя, на чьей они стороне. Не скрывать, потому что уже, говорится, видимо, их диаспора сильно на них оказывает давление. И поэтому, и вот это следующий этап, это то, что уже военная помощь Армении и так далее. Поэтому, для меня, позиция Франции, она неудивительна. То есть, я никогда не считал, что французы будут объективны в решении этого вопроса. Ну, им надо отдать должное. Они, так сказать, это четко до нас доносили своими действиями. Но, с вами вам еще одно уточнение. Армения, это страна, вообще-то, член ДКБ. Мы знаем, какие у них связи с Россией. Там российская военная база. И вдруг, это же не просто французское оружие, это натовское оружие. Как это вообще будет? Как будут реагировать русские? Как это будет получать развитие? Ну, если наблюдать со последними действиями Армении в ДКБ, то мы видим, что там тоже не все гладко. Знаете, вот недавно он был, по-моему, где-то за рубежом. И сделал заявление по ДКБ, находясь в Европе. В стране НАТО. В стране НАТО. Он говорил это в интервью «Радио Свободы». Ну, да. Я не переназывал страну, да. Он, находясь и давая интервью. В Праге, да. То есть, если НАТО пошло, руководитель страны, если у него есть претензии к какой-то международной организации, он мог бы непосредственно это озвучить, находясь там, где эта страна... Членом которой он является. И где-то на другой площадке, понимаете, поднимать вопрос, тематику. Поэтому говорить, что эта страна входит в ДКБ и при этом хочет приобретать летальное оружие у страны-членов НАТО, для них это не принципиальный вопрос. Я думаю, что нахождение их в этом формате, оно немножко, хоть и де юре существует, но де-факто мы же видим, что они делают де марши. Уже на протяжении нескольких лет. Были де марши связанные. И когда они арестовали, по-моему, секретаря ОДКП, который был от их страны, потом их всякие какие-то заявления. То есть мы это замечаем. И поэтому на этих саммитах высказывания и других членов ОДКП по отношению к Армении мы тоже являемся свидетелями. Я очень коротко, я опять же... Понимаете, как вы говорите о реакциях. Вот у них был последний саммит в Армении ОДКП, там итоговый документ должны были принять, а Пашинян не дал его принять. Были заявления и так далее. И это все-таки, все это риторика. Здесь французы намерены поставлять оружие, назначили человека уже, который будет этим заниматься. То есть это более осязаемое, то, что можно уже, как говорится... Но это разничество. С точки зрения, опять же, русских, даже ОДКП, мы же понимаем, что ОДКП это и есть Россия, по большей части. По большей части. Ну, реакция всегда существовала. Вот даже вот вы сказали, после выступления радио Свободы в Праге, была реакция... Опять же, словесной реакции, сказать, что не хватает, было бы неправильно. Я имею в виду, что... Считаете ли вы, что риторика Москвы выльется еще в какие-то шаги? Или же... Ну, в любом случае, она будет именно как риторика. В данном случае запретить стране приобретать оружие из любой другой страны никто не сможет. Ваша мысль понятна. Я просто к тому, что у России огромные возможности в самой Армении. Кемал, но давайте узнаем ваше мнение. Насколько французы готовы пойти далеко в этом вопросе с учетом, опять же, специфики самой Армении, специфики самой Франции? И вообще, вот что вы думаете? Тяжело сказать. Здесь, вы знаете, да, уже сейчас немножечко расшатан международно-правовой порядок, да. Немножечко это я преуменьшаю ситуацию. Ну, если брать чисто обязательства, то сразу же возникнет вопрос о том, что есть эмбарго ОБСЕ на поставки оружия, да, европейских стран членам вооруженного конфликта, да. То есть это автоматически будет поднят вопрос. И первый, кто поднимет его, — Великобритания. Потому что как раз Великобритания постоянно отказывала в поставках оружия Азербайджана именно по этому поводу, ссылаясь на принятые в 90-х годах эмбарго ОБСЕ предоставление летального оружия. Первый, кто будет об этом говорить, — это будет Великобритания. Это будет очень серьезный вопрос за Францией. Нарушение вот этих вот моментов. Да, то есть за что в свое время были выяснения отношений с Чехией, со Словакией, если вы помните, да, когда речь шла о поставках оружия Азербайджана, например. То есть возникнут сразу же юридические вопросы, касающиеся вот этого, прежде всего. Но второй момент, я бы согласился с вами сам, в смысле, что реакция России на это может быть очень сильно отрицательной, да, потому что именно эта часть является большим бизнесом России, и в том числе ее, частью ее твердой силы. И поэтому натовское вооружение, а также и вопросы его интеграции, но даже если мы предположим себе ситуацию, когда Франция каким-то одним махом отказывается от своих международных обязательств, плюет на ОБСЕ полностью и начинает поставлять летально оружие, оружие само по себе ничего делать не может, да, нужна его интеграция вооруженной силы, тренировки с этим оружием, какое оружие будет поставлено, то есть есть огромное количество нюансов, да, то есть краткосрочная перспектива, она не представляет угрозу безопасности Азербайджана, да, тем более, учитывая то, в каком состоянии находится армянская армия после поражения, учитывая подготовку и синхронизацию вооруженных сил с боевыми подразделениями, подразделениями, которые тренировались в России, да, и все это на российском вооружении, на российском оружии, то есть интеграция этого вооружения в вооруженные силы не производилась до этого. Поэтому там очень много вопросов к этому, да, что насколько это создает немедленную угрозу безопасности или даже повышение рисков безопасности в регионе, даже если представить себе, что это на самом деле все правда и будут какие-то существенные поставки этого уже. Еще вопрос в том, как Армения за нее будет расплачиваться, да, Франция неизвестна в мире тем, что делает, например, Россия, да, дает оружие в кредит или там открывает долгосрочные кредиты для этого или поставляет старое оружие бесплатно. Франция этим неизвестна. Франция известна как раз тем, что она очень любит это оружие продавать и держать, так сказать, в карман открытым для того, чтобы эти деньги так покупали. Можно посмотреть на опыт африканских стран. В этом вопросе это очень легко, да, то есть ни одна из этих стран не получила оружие бесплатно или даже в долгосрочный кредит. Поэтому есть очень много вопросов к этому всему, конечно же. Понятно. Есть такой момент, ну, во-первых, по поводу очень, ну, если французы это делают, то есть с учетом российского присутствия в Армении, вот это натовское оружие просто в два счета оказывается в руках у, я так понимаю, у российской стороны. И уже как бы это очень странная ситуация, то, что французы это хотят сделать. Но Кямал коснулся очень важного момента. В принципе, издание в своей материале этого тоже касается. По сути, Франция стала одной из ведущих стран, в принципе, первых, которая грубым образом нарушила традицию, общеевропейскую такую традицию, не поставлять вооружение в зоны конфликтные, где вот такого рода ситуация, чтобы накал не был больше. Но вот французы решили этот баланс какой-то поменять здесь между Азербайджаном и Арменией, понимая, что силовой баланс, в принципе, на стороне Азербайджана. Но это не вчерашняя история. Это вот история последних 30 лет. Азербайджан полномерно к этому шел, ведут оккупации своих территорий. Но, Савер Майор, как это вообще вот эти действия французской стороны стыкуются с наличием у них, вы напомнили о визите главы МИД Франции в Азербайджан, она тоже здесь говорила, все еще у них есть желание играть какую-то роль между Азербайджаном и Арменией. И при этом делать вот такие поставки, неужели французская сторона думала, что в 2023 году такого рода информацию можно скрыть? Вот какая логика здесь? Ну, вы же только что с нами употребили это слово сказать, играть роль. Одно дело осуществлять роль, проводить роль действия по примирению сторон. Одно дело играть, показывать, что мы нейтральны и хотим. Но все другие действия показывают, что Франция не является нейтральной в этом вопросе. И поэтому, опять я говорю, что их позиция понятна. А что касается мировых правил, вы знаете, за последнее время все так изменилось. Вы это мягко так сказали. Сегодня, если обратить внимание даже на Европейский Союз, там очень многие страны ведут себя самостоятельно по решению тех или иных вопросов внутренней политики. И очень часто возникают споры, я даже не хочу перечислять страны, но очень многие страны и восточной Европе, и в центральной Европе, принимают какие-то законодательные акты, которые противоречат общей европейской хартии и так далее. Поэтому сегодня не все так однозначно в Европейском Союзе. Тем более в мире, можно сказать, что мир меняется кардинально. И поэтому можно ожидать все от любой страны, а тем более той страны, которая не скрывает своих симпатий по отношению к Армению. Довольно пессимистичный сценарий. Уважаемый гость, у нас остается буквально 2 минуты. Я хочу подытоживающий какой-то вопрос. Дело в том, что это последний эфир у нас получается на этой неделе, в рамках этой передачи, а в воскресенье уже встреча. Давайте, Кемал, на этот раз начнем с вас, далее вернемся в студию. У каждого где-то 30-40 секунд. Каковы ваши ожидания от брюссельской встречи, которая запланирована между руководством Армении и руководством Азербайджана, при посадении Шарля Мишеля? Есть ли у вас ощущение, что после вот этой вашингтонской встречи, заокеанской встречи, наступил тот самый момент, где Армения уже окончательно должна сказать, дать утвердительный ответ на постановку, скажем, Карабах — это Азербайджан. Мы подходим к этой точке, или же все еще не той критической массы достигла ситуация, и как это будет продолжаться? Где-то по 40 секунд. Кемал, Саабир Хмалин, пожалуйста. Да, мы идем к этой критической точке. И на Армении будет оказываться очень серьезное давление, Азербайджан будет оказываться очень серьезное давление. Здесь вопрос будет в другом. Насколько это давление будет поддержано со стороны сторон медиаторов, те, которые занимаются, так сказать, посредничеством в этой сфере, и насколько эти стороны также заинтересованы в том, что оказывается это давление. Может быть, даже использовать метод кнутая пряника и добавлять какие-то определенные конфетки в корзину Армении, если она, наконец, согласится занять конструктивную позицию и прийти к миру с Азербайджаном, подписать мирные соглашения, наконец, на условиях, которые определяются международным правом и международной правой практикой. То, чего Азербайджан добивается уже долгое время. Если это давление будет достаточно, значит, наступит переломный момент. Если его не будет, и Азербайджан не может единолично это осуществлять, потому что есть посредники, естественно, в этом моменте есть посредничество, то тогда, естественно, мы отодвинем эту точку еще не надолго. Но все равно идем к этой критической точке, которую назвали. Понятно. Сабер Мамин? Ну, что касается бруссельской встречи, там большой оптимизма нет. Это будет просто очередная встреча. Оптимистический прогноз скажу вам, что Азербайджан добьется решения всех задач, вопросов, поставленных им. И поэтому мы все вопросы решим. Вопрос времени, но все равно они будут все решены. И, как говорится, достаточно успешно. Да, мы в этом, конечно же, не сомневаемся. Уважаемые гости, к сожалению, эфирное время у нас подошло к концу. Я благодарю вас за участие, напоминаю нашим зрителям. Все это время в студии на наши вопросы отвечал депутат парламента Азербайджана Сабер Гаджи. Современно большое спасибо. А по зуму подключился к нам и общался с нами доктор юридических наук, доцент, старший преподаватель Ютуборского университета Кямал Макили Алиев. Кямал, вам тоже большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, в эфире телеканал ACBC была общественно-политическая передача Актуальна сегодня. Я ее ведущий Станан Азерб. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»